Всем мяу! С вами Мира Мабофилка! И мы вернулись в Outlast! Я свои нервы одела в бронелифчик, так что теперь я как железный человек, только бронелифчик. Надо вспомнить быстренько управление, давно не играла. И что нам нужно сделать? Нам нужно идти вперед, только там вроде как нужно через окно вылезти, а как через него вылезти? А, вот, все! Отлично! Мы вылезли через это окно, и я там зависла на каком-то моменте, не смогла найти проход дальше. Ну, ну баска, что с меня взять? Что ж, включай скорее! Да включай ты камеру! Чёртову камеру! И беги отсюда! Беги! Беги! Где тут проход? Так! А где здесь выход, друзья? Я не вижу, где здесь... Вот это дверь! Дверь, давай, открывай! Как её за... Как? 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 Фух, я поняла! Я вспомнила, это нужно всего лишь мышкой жать! Фух! Отключим инфракрасный луч! Но мы прошли этот момент, на котором я в прошлый раз застопорилась, так что вроде как... Так, камеру, наверное, всё-таки нет смысла убирать. Я жму на все кнопки подряд, я уже не знаю, куда и что нам сжать и куда нам идти. Действительно. Так, не то. Здесь проход есть сюда, а есть проход туда. И у нас всего лишь шесть батарейчиков. Ну, давайте посмотрим, что вот это у нас тут такое. Надеюсь, не зря мы сюда идём. Ага, кнопочкой, мышкой открываем и закрываем двери. Надо запомнить. И здесь у нас... Что это такое у них? Какая-то странная заставка на компьютере. Я думала, это батареечка. Это всего лишь какая-то бесполезная вещь. А-а-а-а! И мы тут должны что-то нажать. Но я так понимаю, что если мы нажмём, то будет дальше идти сюжет. Сюжетная линия. А мы тут ещё всё не обследовали. Давайте посмотрим с другой стороны. Может быть, вот эту дверку можно открыть? Можно. На, не убирай камеру! Что это такое? А, это мы же отсюда пришли. Блин. Ой, конечно. Сейчас бы я опять напоролась на этих мужиков. Нет, мы отключаемся. А что здесь такое? Оу. Оу. Здесь никого нету? Это... Я не понимаю, это я так хожу или это... Кто-то помимо меня здесь ходит. Ну, я так понимаю, здесь... Ух ты, даже с туалетом! Вы посмотрите! Идеальное место для геймера! Стульчак с туалетом! Зашибенский! Привет! Ты, видимо, и есть тот самый геймер, который переиграл во что-то. Вот, детки, будете много играть, превратитесь вот в такое. В такое чудо. Ну что ж. У нас есть ещё одна камера. Почему-то здесь темно. Но... Всё равно ничего интересного. Давайте возьмём тогда документ. Как же смотреть документ? Это на тап точно. Заметки. Камера отца Мартина. Священник-отец Мартин притащил меня сюда показать кое-что. Думает. Я стану свидетелем всей той ерунды, которую он мне впаривает. Всё здесь прошло не так из-за доктора Верники. Вот только он умер лет десять назад. Покусе с миром гласит кровавая надпись на стене. И вот у нас ещё один. К чёрту это место! Серьёзно! К чёрту! Смерть уже далеко не заглавляет список всего плохого, что здесь может со мной случиться. А мы должны посмотреть документ. Вот. Свидетельство о смерти доктора Верники. Обратите внимание на предлагающуюся копию свидетельства о смерти Рудольфа Верники, субподрядчика психиатрических исследований Мерков, штат Клорадо. Держите против света, чтобы увидеть введенные знаки местоположения Клорадо, населённый пункт, так-так-так. В настоящем подтверждаю, что я лечил больного с 2003 года по 2009. Увидел его живым в 2009, а смерть наступила в 4 часа 19 минут того же числа. Ой, друзья, извините, я до сих пор не выздоровела, поэтому у меня голос сможет срываться. Вот я сейчас чувствую, у меня першит уже голос, но не буду, наверное, прекращать летсплей. Ой, извините, друзья, мне пришлось откашляться. У меня аж слёзы на глаза выступили. Неприятно болеть, я ещё уже... Где-то я оказалась, я уже вторую неделю болею. Ну как болею, я практически выздоровела, но вот остались такие... Здесь закрыто. Неприятные ощущения, вот как, например, першение в горле, особенно когда говоришь много, часто и быстро, как сейчас в эту дверь. Не надо нам заходить, я помню, да-да-да. Значит, у нас остаётся только один путь. Это нажать ту заветную кнопочку. Закроем дверку. Давайте поищем... Тут ещё всякие батареечки должны быть. Вот эту дверь мы не пробовали. Ммм, ещё одну дверь. Интересно. О, и батареечка, то, что нужно. Отлично. Здесь ничего не нажимается. Вот есть ещё какой-то заветный уголок. Тут столько всего нужно обследовать. А, понятно, этот уголок заканчивается тупиком. Наш лабиринт Минотавра на самом деле не такой уж и лабиринт. Это всё видимость. А здесь чего? Вентиляция. Странно расположены. Можем подняться. Открыть. Нет? Ну, тут, понимаете, здесь просто так вот смотришь. Как будто специально выставлены столы, чтобы я в эту вентиляцию залезла. Но почему-то в неё пока что нельзя забраться. Возможно, мы заберёмся в неё чуть позже. Ну что ж. О, кофейку. Кто хочет кофе? Посмотрим видеокамеры. Они нам показывают, что вся эта лечебница пустая. Но я так подозреваю, что это видимость. Документов никаких взять нельзя. Ну что ж, жмакаем кнопочку. Ба-бах. Так. Ой, ты! Твою ж мать! О, открылось то, что нужно. Всё, прыгай, прыгай. Ух-ху-ху-ху-ху! Ух-ху-ху! Ага, мужик, ты меня не поймаешь. Вот я как чуяла, что вентиляция тут неспроста. Он не нравится мне по этим штукам лазать. Ну, по крайней мере, он сюда, наверное, не заберётся. Через это мы не приоткрыли, я так понимаю. Ну что ж, ладно. Спускаемся вниз. Ой. 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 Открывай. А! Закрывай! У-у-у! А! Нет! Зайди ты! У-у-у! Убедаем! А-а-а! У-у-у! Надеюсь, нас не убили. Мы взорвались и куда-то с вами провалились. Здесь катсцена, я её, конечно же, вырежу. Но здесь я вам отвечаю, господа, гора трупов с кишками. И мы вот прямо туда свалились. Ох, как всё печально. Вот она, гора трупов, друзья, которые мы свалились. Но сейчас её, к сожалению, не видно. А вот при свете, который исходил из возгоревшегося... О, камера уютная. Может быть, здесь остаться? От коровы, в общем говоря, от пламени, которое нас изорвало, было видно. Всё, в подробностях, что это за жижа. Сейчас, по крайней мере, не так страшно. В таком зеленоватом свечении открывайся. Ну, что такое? Открывайся. Что, я не могу открыть её? И хорошо. Нам теперь нужно срочно найти выход, потому что у нас батарейки-то заканчиваются. И это не очень хорошо. Ой. Ой, что такое? Ой, мужик, при... Куда нам теперь? Мужик, ты перелезешь сюда? Мужик? Ой, 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 сваливай, прыгай, сваливай. Убегай, ты жирная жопа. Убегай отсюда. Да нет, о нет, я сейчас умру. Убегай. Я жирная жопа застреваю. В дурацких косяках. Ладно. Не беспокойся, друзья. Значит, нам нужно бежать направо. Хорошо, не паникуем. Сейчас мы его заманим сюда. И убегаем от него. Давай сюда, мужик, иди. Иди сюда. Иди сюда, мужик. Смотри. Смотри, смотри, я тут стою. И сюда ко мне, мужичонка. Мой пухлячок. Ла-ла-ла-ла-ла. Все, убегай. Да что ж, почему я такая медленная? Я же жму на шифт. Я должна... А я опять застреваю. Убегай. Да что ж, я не могу бежать отсюда. Друзей, я не понимаю. Я же жму на шифт, чтобы быстрее бежать. Почему я так медленно иду? Я не понимаю, честно. Честно, не понимаю. Я... Я это место, наверное, буду долго проходить. Мне даже, наверное, придется прерваться, чтобы вам не пришлось наслаждаться этим зрелищем очень долго. Хорошо. Почему? Так. Убегай. Все, беги. Ты меня достал, мерзкий. Убегай ты тут, тварь. Тварь, убегай. Убегай, мерзкая тварь. Куда? Перепрыгивай, зараза. Нет, не сюда. Ты застрял опять. Твою же дивизию. Ту. Нет. Поворачивайся. Жирная жопа, медлительный ты какой. Да тебя все тут захапывают с такой медлительностью. Так. Упс, 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 быстрее уже упекай отсюда. Ой. Все, давай. Фух. Ну, я думаю, сюда он не пойдет. Ведь так? Он же сюда не пойдет. Что ж такое? Музыка-то не прекращается. Вот, может быть, вот сюда мы можем пройти. И он здесь... А-а-а! Я-я-я-я-я. Я... Я еще я так стану заикой. А-а-а! Мужик, мне тоже страшно. У меня аж выскочил наушник один. О-о-о! Знаете, ну... Мы там не обследовали все. Может быть, там что-нибудь будет. Если мы аккуратненько пройдем... Я не буду застревать в никаких косяках. Нам нужно батареек искать, как можно больше найти этих батареек. Так. Здесь чего? Аккуратненько ищем батареечки. Здесь. Закрыто. К сожалению. Экономим, экономим батарейки. Фух. Здесь. Конечно, та рожа меня напугала действительно. Скримеры работают. Когда твои нервы на пределе, и ты убегаешь от жирного, толстого физика. Извините, друзья. Может быть, у кого-то физик отличный, но вот у нас в школе был похож очень вот на этого пухлика. Я не говорю, что у нас был плохой физик, но... Похож. О-о-о-о! Не к добру все это, не к добру! Ну что же у меня наушник-то постоянно выползает. А кто у нас тут такой? Надеюсь, это не наш? Мужичонка мерзкий. Так. Психушка полно больных психов. Привет! Привет! Пустишь меня в гости, не хочешь? Ну ладно. А ты? Тоже не пустишь. Ну ладно. Батареечки у вас? Тут нету, мужики, батареечек заныканных? Нигде? Нету. Отлично, ладно. Точнее, печально, конечно, но пойдет. А что ты за мной ходишь-то? А у него руки связаны, что он мне сделает? Что ты мне сделаешь? У тебя руки связаны. Еще ты меня не сделаешь. Ну и ладно, и ходи за мной, если тебе так нравится, как собачка. Я тебе завела пета. Нового пета. Ну что ж, я пока ничего не вижу дельного и полезного, к сожалению. А менять батарейки на какую кнопку? Я опять все забыла. Мне нужно перед каждым лосплеем вспоминать управление, потому что... Делаю я большие перерывы между сериями. Да, я знаю, но... Как уж выходит, друзья. Это, понимаете, отсюда мы вышли. Такое дело. Куда нам теперь-то? Что-то я не понял. Я что-то не понял, мужик. Где здесь выход-то? Может быть, куда-то нам наверх нужно? А если вот мы сюда запрыгнем? Так, и сюда. Отлично. Чего? Да уж, сестра, помогите мне отмыться. Ах ты, шалонишка, чем ты занимался? Привет. Злобная ты. Отвали от меня. Опаньки. Опаньки. Ну, спасибо, что ли. Спасибо, что выручил, мужик. Ладно, но я не буду к тебе подходить близко, благодарить. Я бы тебя поцеловала, но... Мне кажется, ты... Не оценишь. Мою щедрость. Это только вы меня поймете, что такое значит поцелуй от мобофилки. А он, он глупый, не знает, что это такое. Вот. Он весь меня схватит, по-любому. По-любому меня схватит. Да? Только не хватай меня. Такой эксперимент. Покойный поставил бы над живыми. Даю подсказку. Он все еще идет. Эксперимент еще не кончился. Чтобы спрыгнуть с выступа... А, это нам туда нужно перепрыгнуть. А, забирайся. Отлично. Что у нас тут такое? О, привет! Че ты от меня отбегаешь-то? Смотри. Ой. Хочешь, я на тебя попрыгаю? Пымс, 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 пымс. Ну что ж. He did not kill his enemies. Ну что ж, возьмем еще один документ и прочтем его. Немножко сделаем передышечку. Некролог доктора Верники. Некролог взят. Адрес закрываем. Точнее, ссылку не пиарим лишние ссылки. Рудольф Верники. Доктор Рудольф Верники ушел из жизни в возрасте 90 лет. Продолжает заниматься любимым делом. Он родился в Германии, в Мюнхене в 1918 году. И стал известен в научных и математических кругах благодаря статье, написанной в Састерстве с Аланом Тьюрингом. Пионером компьютерной эры. Что там случилось-то с ним? Компания выпустила заявление, что доктор Верники был истинным гуманистом и человеком великой души. Душевной щедрости никто из близких его не пережил. Как-то взаимосвязано, что он был такой щедрый, что никто из близких не пережил. Он всем мозги парил. Ну что ж, знаете, на этой ноте мы, пожалуй, закончим нашу, не помню какую, седьмую серию по Аутласт. С вами была Амира Мобофилка. Ставим лайки, комментируем, подписываемся. И увидимся в следующих сериях. Пока-пока.